подвезли прям материал очень-очень праздничный просто сейчас возрадуемся от контента называется что внутри черной дыры за 900 секунд ух Вячеслав Докучаев доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник института ядерных исследований ран специалист по ядерной физике теории гравитации космологии физики космических лучей и черных дыр давайте начнем с волнующей новости 12 мая 2022 года астрономы смогли увидеть черную дыру в самом сердце нашей галактики что они там рассмотрели и почему это важно для нас в центре нашего млечного пути давайте сразу расскажу находится сверхмассивная черная дыра оказывается в ядрах всех галактик находятся черные дыры с массами не звездными как масса солнца а с массами миллионы и миллиарды солнечных масс было подозрение что для того чтобы увидеть черную дыру которую невозможно увидеть да надо натереть глаза наждачкой ребята увидели черную дыру и сейчас они увидели во всех центрах галактики что черная дыра нужно но вот по физическим обоснованиям по физическим предпосылкам в центре галактики черная дыра вообще не требуется ну так если по-честному у вас планетарная система может быть ну если конечно люди забыли да но движение происходит вокруг общего центра масс планетарная то есть если земля движется вокруг солнца да мы видим вокруг солнца но есть общая . центр масс вокруг которой именно она движется если земля будет увеличиваться по массе а солнце уменьшаться да то центр масс будет уже между землей и солнцем и планетарная система будет обращаться как двойная звезда образно да и никакая дополнительная кнопочка в этом центре масс или посередине или там дырочка черная дыра или белая ягодка или розовый слоник уже не требуется солнце и земля будут обращаться друг вокруг друга при равных массах без всякой черной дыры посередочке так вот небольшие бродяжки такие которые физику плохо учили наверно пока не стали докторами наук забыли про это вот им надо обязательно чтобы там в галактике вот этой дырочки должна быть черная дырочка которая вообще черная дырочка который еще пространство искривляет не просто массивный объект хрен бы с ним там они бы его нашли мы бы смирились но там он надо чтобы он был черная дыра в классическом понимании черная дыра с искривления пространства времени в кавычках и они наконец-то натёрли глаза наждачкой и обнаружили там черные дыры и пошло пачками те решили что в центре каждой галактики теперь есть черная дыра как она туда зашла на если она из правоизвольного солнца вот так вот по логике вещей вот она может из произвольного солнца образоваться накапливая массу черная дыра да как она зараза этого центр галактики потом перебегает вот она на периферии из произвольного объекта образовалась или вас туда все черные дыры сбегаются вас ничего не смущает вот в этой схеме волшебная и туго научная база под этим по всем для тех кто с нами не был рассказываю гипотетический объект черная дыра до сих пор не обнаружен все галлюцинации современных ученых об обнаружении черной дыры имеют отношение только к фотошопом к материалам полученным непосредственно корябанем рукой по клавишам и фотошопа генерированием изображений попыткой притянуть это за руль за уши к реальному объекту реальных объектов таких как черные дыры центра галактики либо где-либо еще ни в каких местах во вселенной нет потому что черная дыра в классическом понимании не все об этом помнят черная дыра в классическом понимании в природе невозможно чисто технически потому что у пространства нет такого свойства которое можно бы было загнуть вот вместительность пространства невозможно загнуть протяженность пространства невозможно загнуть объемность пространства невозможно загнуть потому что пространство это не материальный объект он может в себя вмещать их материю но само пространство не является материальным объектом если вмещенная материи будет много или мало, это никак не повлияет на свойства самого пространства. Выделяемая зона, кривая она или прямая, или абсолютно ровненькая, она никак не влияет на свойства перемещаемого объекта. Даже если бы ваша фантазия была актуальной, и как-то оно что-то там гнулось внутри, это бы никто понять не мог, потому что это невозможно. Нет, никак не повлияет на свойства объекта. То есть это все равно физический эффект от вашей выдумки равен нулю. Ничто не может повлиять на материю, ничто не может повлиять на объем пространства и так далее. То есть это вот ваш полностью некомпетентный такой такая сказочка. А поскольку огурец в пространстве гнется, а само пространство нет, то есть твердая уверенность. Вот люди делятся на две категории. Одни способны логически на мысли, другие не способны. Вот те, которые помнят о законах логики, они могут сообразить, что гнется материя, пространство не может гнуться, потому что у него нет той штуки, которая гнется. пространство. И вы до сих пор не смогли на языке людей сказать, что именно погнулось в пространство. То бормочите, то метрика погнулась там, то геодезическая. Это воображаемые объекты, они не являются частью пространства. Что погнулось именно в пространство, вы сознаться не можете. Так вот, люди, которые логически мусят, они знают, что нет искривления пространства, значит, точно нет черных дыр никаких, неважно где, ни в центре галактики, ни там, где сидите вы, ни там, где поете, ни там, где бегаете, нигде там на периферии Вселенной нет черных дыр. А раз нет черных дыр физически, это научно невозможно, а вы про них бормочете, значит, вы дурачки. Вы клоун, клоунское такое шоу, и мы за вами наблюдаем чисто как за клоунами, за вами наблюдаем, за астрономом Виби, за Сурдиным, за Поповым, за клоунами. И вот сейчас у нас новый клоун, которого как-то там зовут, доктор физический наук, физико-математических наук, сотрудник РАН Вячеслав Докучаев. Очередной клоун, шарлатан, мошенник, который, в принципе, за свою болтологию, за обман широких масс населения должен сидеть в тюрьме. Возможно, это будет, но пока мы будем за вами наблюдать за клоунами, которые бормочут нам и рассказывают сказки. Вот в нашей родной галактике черная дыра с массой 4 миллиона масс Солнца. И вот этот размер, откуда свет уже не выходит, он порядка орбиты Меркурия. И вот сейчас сумели астрономы вот эту область разглядеть, как диск. Это черное пятно на небе, черное пятно, на небе, черное пятно. Я поведаю вам, это черное пятно на небе, оттуда свет не может выйти. Это вот реальная дулбаная сектор релятивистов. А вокруг ореол из светящегося газа, который подсвечивает. Это примерно так, что человек стоит около стены, а там сзади наезжает ночью автомобиль. И на стене видна тень. Это называется силуэт. Вот этот силуэт мы и видим. Она нас не съест? Черные дыры вообще опасны для нас? Да, опасны. Опасны, да. Потому что, кто его знает, может, черная дыра в центре галактики когда-нибудь нас съест? Или сюда прилетит черная дыра? Вот обратите внимание, сюда прилетит черная дыра. Черная дыра в центре галактики когда-нибудь нас съест. Или сюда прилетит черная дыра? Не астероид, меланхолия какая-нибудь гигантская, а прилетит черная дыра и нас... Вот в детском садике такой, в баночке, пузырики кругом, человек находится, представление его о вселенной. Как, с посредством каких сил может прилететь сюда черная дыра, вообще куда-то прилететь? Она не может летать, нет силового вектора для перемещения таких объектов. Они могут только расталкиваться во вселенной, занимать силовым образом равновесную картину. Прилетит сюда черная дыра. На основании воображаемых фантастических сил розовый слоник ее толкнет космической ногой или хоботом. Это вот вообще что за бред? Вот так, ведущий сотрудник, это вообще вот такое мракобесие. Это средневековый бред в 21 веке. И вот такие вот ребятишечки нам это рассказывают уже. Тут некорректно, наверное, будут говорить выжившие из ума. Выжившие из ума, это же когда у вас был... Да, они летают спокойно, но вероятность очень маленькая. Понимаете? То есть в этом смысле живите спокойно. Что вообще такое черные дыры? Это объект, который сжался, имеет такие размеры, что даже свет из него не может выйти. И поэтому она черная. А дыра почему? Потому что она становится уже опасной. Если вы к ней близко-близко подлетите, она вас туда утянет. Целиком. И безвозвратно. Обратно выхода нет. Ну даже свет не может вылететь. Кто первый обнаружил черную дыру? И каким образом? Это было открыто во время Первой мировой войны немецким физикам по фамилии Шванг. Открыто во время Первой мировой войны. Вот обратите внимание, вот теоретическую галлюцинацию он выдает сейчас за открытие черной дыры. То есть вообще на уровне логики человек не дружит. Где-то кому-то померещился розовый слоник. Это значит, через сто лет вы скажете, что вот тогда-то во время Первой мировой войны был открыт розовый слоник, зеленый слоник. Фиолетовый какой-то там слоник. Черный слоник в форме дыры. Как так можно? Это полностью маразм, маразматизм, маразмулизм. Правом данным неразумом ведущего научного сотрудника РАН Вячеслава Докучаева объявляю лжи ученым шарлатанским. Отрекаю его от науки, не слушайте его. Он дисквалифицирован. Назван шарлатаном и лишен морального права транслировать свой бред на широкие массы населения. По фамилии Шварцшельд, он воевал, причем на Восточном фронте. И, значит, одновременно, как раз за год до этого, Эйнштейн опубликовал свою теорию гравитации. И он нашел решение этих уравнений Эйнштейна в виде черной дыры. Что там образуется вот такая сингулярность, откуда свет не может выйти. Безграмотное решение, полученное на базе исходной аксиоматики Эйнштейна, построено на фальсификации предмета счета. Это вот пример с картошкой. Когда три картошки, один камень выдается за картошку. Какой-то следующий балбес, который Шварцельд, на основании этого накорябал то, что они сами не понимают. Вот они настолько тупые реалистивисты, когда вот их спрашивают, вот ваши покребушки, ваши формулы. Вот это, вот это, вот это. Давайте разберемся. Вот это то-то, это то-то, это то-то. Они не могут, они копошатся в своих формулах. Они не могут логический смысл передать то, в чем они корябываются. Потому что они не понимают сами этого. Просто бессмысленные скребушки. Люди не понимают, если они не могут вектора первичные расставить, геометрические мерности расставить, показать, что именно искривляется. Коэффициент искривления заложить не могут. Формулу воздействия через это не могут, через искривление получить. Они ничего не могут. Они могут просто вот эти вот наши корябушки считать научными формулами, в которых нет, вот как дом без фундамента. И она прилетит, она на всех съезд, она черная дыра. И он это написал уже, находясь в госпитале. Он там заболел тяжело и помер после этого. Но успел опубликовать. Ну так-то разобраться формально. Формально это больной человек предоставил вам какие-то расчеты. В которых вы ничего не понимаете. Да вот представьте, вот наука докатилась, да, а оснований нет. Как можно считать кривизну пространства, если у тебя нет даже инструмента на уровне сопоставления величин? Если вот твоя теория множеств не позволяет проводить расчеты корректно, да, что ты можешь посчитать? Ты распределение материи в пространстве на бесконечности можешь посчитать? Нет. Если ты не можешь даже по прямой посчитать распределение в прямом пространстве корректно, да, у тебя все сводится, у тебя и на луче бесконечное количество материи, на отрезке бесконечное количество материи, на прямое бесконечное количество материи. У тебя везде равномочное. Отрезок равномочен прямой. Все. То есть ты в научном смысле интеллектуальное ничтожество. Что ты можешь дальше посчитать? Ты распределение материи по пространству не можешь корректно посчитать. Формулу физического воздействия где у тебя? 21 век. Из воздействия получается сила. Вот как ты силу получаешь? Нет, как ты просто берешь... Предшественники тебе написали без физического образнования. Вот такая формула совпадает с результатами. Мы ей пользуемся. С определенной точностью она попадает. Как мы ее получили, мы не знаем. Физика, ваше понимание, это набор разбросанных формул, идущих ниоткуда-то. Вы этого не понимаете. Когда вам даешь формулу с выводом, нас учили по-другому. Уже сейчас по-другому учат. Уже пространство искривляется. Забудьте там, что было до того, пространство искривляется. Черная дыра может прилететь. Вот ваша наука закончилась на этом. Вот были там какие-то связанные расчеты, которые, да, можно было понимать. Мы перешли к ним с несвязанным расчетом и заклинанием. Вселенная расширяется. Пространство искривлено. Черная дыра может прилететь. Был большой взрыв. Есть червоточины, кротовые норы, бобровые норы, белые дыры, черные дыры. Это показания закоротившегося андроида какого-то, гуманоида, биоробота. Это полностью бред. Вы просто не понимаете, насколько это слабоумно, вот то, что вы транслируете. И под этим всем нет юридического основания. Вот чисто в научной платформе под этим нет. Фальсификации на уровне предметов счета. Фальсификации на предмет исходной аксиоматики. Вот по теории относительности аксиоматики научной нет. Только фальсификация. Человека, который не смог сосредоточиться. И дальше привлечена была группа болельщиков, которая не могла сосредоточиться и пропустила этот бред в науку. Причем сопротивлялись же сильно. Германия сопротивлялась против этого бреда на серьезной постоянной основе. Только после того, как Третий рейх пал или какое-то там у них событие произошло, когда Вторая мировая закончилась, тогда ваш этот релятивизм разошелся по всем вузам планеты, как официальная наука. Потому что вас нельзя было уже с санными тряпками выгонять. Как? Это же немецкая, получается, идеология в науке, да? А тут не немецкая. Тут более кучерявая идеология. Ее надо это запустить. А вопросы науки, они не национальны. Они либо объективны, либо необъективны. Либо это научно, либо ненаучно. А немцы, ребята, были за разоточными мальчишами. Он если два, получается, он говорит два, он не может сказать, что два с половиной. Если три мерности пространства, он говорит три мерности пространства, он не согласен, что там три с половиной мерности, что там двенадцать мерностей, что время это тоже является мерностью. Он не согласен, он говорит про факты. А вы же это, сначала раздули так, ну давайте вот три геометрических мерности и впихнем еще, как бы время, ну может поймут. Четыре мерности, да? Прошло там несколько лет, уже пять мерностей, шесть. Сейчас в двенадцать мерностей. Ваши балбесы придумали двенадцать мерностей пространства. Это до какой степени надо быть невменяемым идиотом, чтобы количество от трех мерностей, которые есть в реальном мире, раздуть до двенадцати. Причем ни один из вас уже в четвертой мерности, в пятой не ориентируется. Вы путаетесь. Как этот гиперкуб? Двумерное благообразие, вложенное в трехмерное, четырехмерное. Гладкое благообразие, негладкое. Вы в этом, все, вас накрыло, как мухоморами, как препаратами. Вы в этом копошитесь, вы не можете сосредоточиться в этом. А лопустите про двенадцать мерностей. У вас наука заканчивается на трехмерности. Вот как после третьей мерности, три с половиной мерности, три мерности и один процент другой мерности, вот у вас уже там нет науки. Она закончилась. Там уже начинается маразм. Вот три мерности – это наука. А три с хвостиком – четыре, пять, шесть – это глубокий маразм. Это слабоумие, слабоумие конченое. Вот это – нельзя, да, ругаться. Я не буду ругаться, извините, пожалуйста. Я в некоторых моментах, ну, правда, это люди, во-первых, я их не уважаю глубоко. Это люди, которые до скотского состояния довели современную молодежь. Просто я вот слышу, когда разговаривают молодежь, и для них это важно, вот когда они рассуждают о проблемах космоса, они видят их в учебнике астрономии, а уже ребятишки подросшие, да, и они это обсуждают, об этом говорят. Это обманутые наши современные дети, которых довели, и в интеллектуальном смысле обманули, и это завели в скотское состояние. Так вот, в скотское состояние завели наши детей – это вот такие деятели. И я не могу их уважать, это вредители. Это люди, разрушающие нашу цивилизацию. Человек нихрена не понимает, не может выступить экспертом, не может дать адекватную оценку, научный метод, ненаучный, есть нарушения, нет нарушения. Он не может дать, у него мозга не хватает, вот его быстрительных возможностей не хватает, чтобы дать оценку. Когда его тыкаешь носом, вот конкретно фальсификация, да, нет, скажи. Он переключается, он в угол становится, бежит, он не может выразить мысль, а он должен быть экспертом. Он не может выразить мысль, он прячется. Он сам уже оскотининный получается, да, потому что он в рамках находится. Его заманили туда, вот в эту секту свою, секта дебилов, вот секта релятивистов – это секта интеллектуально ничтожных людей. Вот совсем оскотининный релятивист – это маразматик. Вот его, если человека туда все-таки заманили, и он согласился свою жизнь потратить на маразм, то ты либо совсем обманутый, да, идиот, который не понимает, либо ты осознанный, но осознанное ничтожество. Вот представьте, вот потратить свою жизнь на развитие цивилизации или потратить свою жизнь на вред цивилизации, да, это же, ну, выбор, если ты сознательный человек, да, так, ну, в принципе, для них, для большинства даже такой проблемы не стоят. Они просто в это верят. Мы смотрели же, да, этот товарищ из Оренбургского университета, говорит абсолютно конченные вещи, но он за них борется, он клевещет, врет, изворачивается, идет на нарушение закона ради этого, да, но он что-то там продвигается. Таких надо вот по шляпочке, вот, чтобы как гвозик его так хлопал, все. И это вот сволочи-гады, которые разрушают нашу цивилизацию. Вот еще один вот этот вот сотрудник РАН Вячеслав Докучаев. Ну, как, как можно вот просто по интеллектуальным показателям, вот вы видите, да, его в кадре, вы видите, что он несет, как это выглядит, ну, его надо... Какой-нибудь комитет комендантов каких-нибудь подъездов, да, вахтерш каких-то отправить. Это вот куда-то туда его надо отправлять, ну, вран, в таком состоянии интеллектуальном, с таким комплектом враньяк, как можно там находиться. Давайте с этим что-то делать, ну, как такие маразматики рулят нашей страной. Если он вран, это он существует за государственные деньги. Он порождает таких же, как он, этот вот буштрайбер, товарищ, да, академического плана товарищ. Хвалится, что он там 30-40 человек последователей наплодил. Вот один такой вредитель наплодил 30 человек, даже по минимуму возьмем, таких же вредителей, да. Это вот честный труженик должен платить зарплату вот таким оленям, тащить их на своем горбу к счастливой жизни, да. За что? Это разрушение государства. Вот когда вы обескравливаете важные ваши системы, да, это вот если вы псевдоученых, лжеученых напихали в Академию наук, значит, вы ограничили возможность существования нормальных, обычных ученых, адекватных, финансировать к ним не попадет, но вот к этим жуликам попадет. И они как укушата растолкают, все, они уже растолкали, они там одни. Направление физики, астрофизики, космологии, астрономии, физическая математика полностью бред. Это вот придуманы вот этими извращенцами. Многие разделы математики, это вот они захватили Российскую Академию наук. То есть управление перехвачено. Ни один из их, у них нет результатов деятельности применимых. Ничто из их результатов деятельности не сводится к техническим устройствам, к развитию техники. Вот техника и наука в плане техники у нас развивается без них. Она развивается на предприятиях непосредственно, без всяких их теорий долбанутых. Они только наносят вред. Я приводил пример, когда человек с предприятия, с оборонки, обращался ко мне на предмет гравитации, дать ему разъяснение. И у него в голове была сетчатая структура пространства. Это то есть человек из оборонки, который должен был в теории создать гравитационное оружие, он искал сетчатой структуре пространства, выход, научное обоснование. Хотя у пространства в принципе не может быть структуры. И вот такие вот вредители просто всю страну обманывают. Сам Эйнштейн в это не поверил. Сказал, ну это какая-то сингулярность, это математическая фикция. В природе такого не может быть. Тогда это было немыслимо себя представить. И это долго-долго очень тлело, тлело, тлело. Ну, энтузиасты это все развивали, подгоняли, все исследовали, все там противоречия пытались найти. И где-то примерно в 61-м году прошлого века, в 1961 году, другой знаменитый физик Джон Арчибальд Уиллер, крупнейший физик, ну в общем, оплодотворивший очень много выдающихся ученых. У меня в аквариуме самец цехлида недавно там оплодотворил, такую икру, сейчас цехлидики будут плавать. А тут крупнейший физик оплодотворял тут способных к размножению револитевистов. Господи, такие смешные балбесы. У ученых вот все слышали фамилию Ричард Фейнман, нобелевский лауреат, он его был ученик. Фейнман это конченый жулик, он конченый релятивист, да, нобелевский лауреат. Вот Нобелевский комитет уже давно выдает политические премии. Вот им сказано так делать, они делают так. В плане физики это полный застой, полный мрак. В плане политики тоже в одном руси. Вот как дают, ну вот Обама миротворец, да, не успел он еще прийти к власти, да, только и сразу же Обама миротворец на тебя Нобелевскую премию. Это, ну, говорит о том, что это инструмент влияния. Вот сейчас ссылаться на Нобелевскую премию уже должно быть стыдно. Журналистам уже не надо освещать, что кому-то дали Нобелевскую премию. Дали тебе Нобелевскую премию, все, ты агент влияния. Это вот такие результаты сейчас. Жорей Салферов это агент влияния. Да. Гинсбург Виталий Лазаревич агент влияния. Его научные труды – это бред, конченый. Это лжеученые, которые влияли, разрушали нашу научную систему. Гинсбург через его руки, да, вот его подогрели из-за рубежа. Из-за рубежа сделали. Вот представь, доведенная до скотского состояния в интеллектуальном плане страна, и британские агенты решают, кто будет сейчас влиять на российскую науку. А пусть будет влиять вот эта вот наша проверенная скотина. Мы ее сейчас осыпем лаврами, дадим ему Нобелевскую премию. На месте быдлота будет думать, что это самый умный тут чувачок такой. Что он там гуру, мега-гуру. И мы поставим его влиять на Российскую Академию науку. И дали Виталию Лазаревичу Гинсбургу Нобелевскую премию. А Виталий Лазаревич организовал комиссию по борьбе со лженаукой. Ну это же как бы бравое дело. Только в результате получилась не комиссия по борьбе со лженаукой, а притон для лжиученых, которые осуществили захват Академии наук, которые организовали травлю настоящих ученых в Российской Федерации. Да, для показаний они там несколько лжиученых действительно с дурными темами отшкувалили. А дальше-то они чем занимались? Подковерной борьбой, в результате которой Российская Академия наук управления полностью перехвачена британскими агентами, агентами распространяющими, популяризирующими лженаучные теории. И началось это не с Виталия Лазаревича Гинзбурга. Началось это гораздо раньше. Когда к нам прислали этого капицу и стали его здесь пиарить. Лжеученого. Когда Калмагорова, этого математика бездарного, безграмотного жулика, не способного сориентироваться в рамках законов логики, пишущего маразматические тексты, начинающиеся на пусть. А пусть будет такая. Он даже не знает определения дефиниции, как их задают. Правила задания дефиниции не знает. И вот этого вот балбеца Калмагорова поставили на нашу науку. Смогли это сделать только после смерти Сталина. Сталин все и пошли. Пошли вот эти перехваченные идолы. Осыпали британскими премиями, британскими, голландскими, французскими, шотландскими. Раздули Калмагорова. Отдали ему на откуп. Всю нашу науку российскую. Дальше выпустили из лужи всяких Арнольдов, ставших академиками. Которые пиарили эту лженауку по России. Которые травлю организовали нормальным ученым. И довели страну до скотского состояния. До такого состояния, что когда выпускники из математических, физических вузов стали приходить на производство, появилась поговорка «забудьте все, чем у вас учили в вузе». Здесь реальность другая. Это до такой степени надо издеваться над народом, доводить до скотского состояния третисортные страны. И вот это продолжается сейчас. В полный рост. Это канал Роскосмоса нам транслирует бред. В общем, умнейший человек Дрогенштейна. И он по жизни Дрогенштейном тоже не верил в черные дыры. А к этому году он оброс молодыми учениками, и они на мозге ему капали. Вот количество дур увеличивается, и они на мозге. Он оброс, он не верил в черные дыры, и они на мозге. Ему капали. Вот это вот механизм захвата, когда дуры собираются в кучу и вытесняют разумно мыслящих. На мозге ему капали. Джон Арчибальд, учитель черные дыры. И он однажды прозрел, будучи в Индии. Вы представьте, да, вот вам мозг говорит, черных дыр в реальности нет и быть не может. Почему? Потому что нет физических оснований. Каких? Пространство не может ничего искривляться от самого пространства. Материя гнется, а пространство само погнуться не может. Нет такого физического свойства у пространства, которое может погнуться. Значит, черных дыр нет. Но тебе ученики капают Джон Арчибальд, черные дыры, черные дыры. И вот ты сидишь такой, и однажды ты прозрел. Это край интеллектуальный. Ты прозрел как? Вот у тебя раньше ты руководствовался мозгом, а потом ты стал руководствоваться прозрением. Вот это вот все прозревшие. Они все прозрели, они увидели черную дыру. Если им скажут прозреть, увидеть красный крестик, они будут видеть красный крестик. Это не важно. Зеленую горку увидеть? Вы будете видеть зеленую горку. Это интеллектуальное ничтожество, которое превратили нашу науку в остой. В одном храме он увидел тюрьму, которая называлась «Черная дыра». И он сказал «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у». И придумал название. Их раньше называли — У-у-у-у! Их раньше называли — У-у-у! Их раньше называли — У-у-у-у! Оговор, да, такая? Приздумал. Даже название черной дыры, оно не придумано, оно приздумано. Их раньше называли сколлапсировавший объект, решение, что он сказал — черная дыра. Это черная тюрьма была в Индии. И стал ярым продвигателем идей черных дыр. Несколько лет назад появилась фотография черной дыры по эхе. Что эта находка значит для научного мира? Обратите внимание, несколько лет назад появилась фотография. Не в кавычках, а именно фотография. Для тех, кто не с нами, для вновь пришедших ни одной фотографии черной дыры нет. Все это фотошопы. Чисто технически невозможно фотографию сделать, черные дыры. В рамках той концепции, если бы объект был, тоже было бы невозможно. А поскольку объекта де-факто нет и быть не может. Получить фотографию того, чего на свете быть не может. Чего в темноте быть не может. Того, что в природе быть не может, невозможно получить фотографию того, чего физически нет и быть не может. То есть, это все бредятина в рамках вот таких концепций идиотских. В 1917 году увидели сначала изображение черной дыры в галактике М87. Она находится на миллионах световых лет от нас. Но у ней дыра имеет размеры миллиард масс солнца. Ну вот, обратите внимание, да, где находится это все. 53 миллиона световых лет. Мы там увидели то, чего увидеть нельзя. Да, правильно, на таком-то расстоянии, кто же это проверит, о чем мы там увидели. Там даже можно глаза наждачкой не тереть. Просто прям нормальными здоровыми зрачками увидеть, что там есть, что там нет. Михаил Ильич, там 53 миллиона лет световых. Ты видишь что-нибудь? Не, не вижу там все черно, там дыра какая-то черная. Значит, там черная дыра. А как вот можно увидеть массы солнца? Того, чего не видно, да? Того, чего нет в природе. Блин. В галактике. И на нее со страшной силой падает вещество. Несколько масс солнца в год на нее падает. Она светит со страшной силой. И это свечение больше, чем ядерная энергия. Один из телескопов находился на... Черная дыра светит со страшной силой. Объект, который не может выпускать свет, светит со страшной силой. Вот они, грани маразма, любые им доступны. Они достигают прям совершенства в этом. Это прям мощь, это поток. А их ученики, наверное, вместе взяты. На Гавайских островах. И вот там местный человек, который там участвовал, и по эхе, это... Представьте, если бы он рассказывал, посадил дедка репку. Одно из божеств у них там... Выросла репка большая-прибольшая. У них там на Гавайских островах. И это какая-то вечная добродетель колоссального разума в нашей бурной вселенной. Вот так как-то хорошо. Бабка за детку, блин. Все. Языди, видите, я не хочу больше. С вами был Виктор Катюшек. Телеканал «Научный трибунал». Мы вам показываем, какие дела в нашей современной науке. До чего, до какого оскотинивания, до какого нижайшего уровня все пало в нашей науке. Подписывайтесь на наш канал. Давайте что-то делать, как-то бороться с этим. Распространяйте нашу информацию. Всем добра. Распространяйте нашу информацию. Распространяйте нашу информацию. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»